Два года после освобождения Киевской области от российской оккупации. В Украине почтили память жертв зверских преступлений путинской армии в регионе. Когда наши воины выгнали Россию из всей Киевской области, а потом из Сумской, Черниговской областей, каждый смог увидеть, что это победы не только украинской смелости и оружия, но и человеческой морали. В Европе опасаются дальнейшей агрессии России и укрепляют оборону. Кто всерьез готовится к возможному нападению Москвы и Большой войне? Евросоюз расширяет общее пространство. Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгену, крупнейшей зоне свободного передвижения в мире. Поздравляем Румынии и Болгарии и добро пожаловать! Христос воскрес! Католики по всему миру отмечают один из самых больших праздников церковного года – Пасху. Единственное – это обращение ко всем. Победы и восстановление справедливости, справедливого мира для Украины. Сегодня вторая годовщина освобождения Киевской области от российских захватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память убитых россиянами во время оккупации региона у мемориалов Буча, а также вручил награды военным, которые освобождали область и помогали эвакуировать гражданских. Напомню, за время оккупации россияне только в Бучанском районе совершили более 9 тысяч военных преступлений и убили больше тысячи мирных граждан, в том числе 37 детей. Именно после освобождения Киевской области прозвучали первые заявления мировых лидеров о геноцидном характере военных преступлений российской армии в Украине. Когда наши воины выгнали Россию из Бучи, Рпеня, Бородянки, всей Киевской области, а затем из Сумской, из Черниговской, каждый смог увидеть, что это победа не только украинской смелости и оружия, но и человеческой морали. Украинцы начали тогда возвращать нормальную жизнь повсюду, куда Россия принесла гибель и издевательство, мародерство и садизм. И убитые оккупантами наши люди, чьи тела лежали на улицах Бучи, были свидетельством, что никому в мире нельзя оставаться в стороне от этой битвы, потому что именно здесь, в Украине, защищая наших людей, нашу жизнь, нашу страну, человечность побеждает. Чтобы начинать такие агрессии против других, Россия сначала уничтожила в себе мораль и сделала насилие и ненависть своей идеологии. Такие системы не останавливаются просто так. Сила их останавливает. Единство их останавливает. Освобождение Бучи два года назад раскрыло ужасающие зверства россиян против мирного населения, включая пытки и массовые казни. Об этом заявили в МИДе Великобритании. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Латвии подчеркнули, Рига продолжит усилия по привлечению к ответственности виновных военных преступлениях на территории Украины. О второй годовщине освобождения Бучи написала и президент Молдовы. Освобождение Бучи разоблачило невыразимые зверства против мирного населения. «Мы вместе с Украиной чтим память жертв и подчеркиваем необходимость того, чтобы демократии во всем мире объединились для достижения справедливости и продолжали поддерживать Украину». Майя Санду, президент Молдовы в соцсети ИКС. Точное число жертв российских оккупантов в Бучи до сих пор не определено. Как сообщили в полиции, все еще остаются пропавшие без вести. Их продолжают разыскивать. Также не прекращается процесс расследования военных преступлений россиян. 31 марта 2022 года полицейские одними из первых вошли в деоккупированную Бучу и видели ее трагедию. Правоохранители документировали ужасающие последствия российского вторжения, пыточное массовое убийство мирных граждан, разрушение. После деоккупации в Буче нашли 422 убитых мирных жителя, но количество убитых и из-за мученных людей не окончательно, поскольку многие жители пропали без вести. Их розыск продолжается. Из сообщения Национальной полиции Украины в Телеграм. Украинские защитники уничтожили на Херсонском направлении скопление живой силы российской армии, а на Харьковском – блиндажи на позициях оккупантов. Подробнее об этом, а также об общей ситуации на передовой смотрите далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отбили две атаки российских оккупантов, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. Штурмуя плацдарм по направлению Крынок, а также и Работина, враг ограничен в использовании бронетехники. На Днепровском направлении он ее не использует и едва набирает группы для проведения одного-трех штурмов в сутки. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины. В эфире марафона «Едыни Новыны». На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки Луганской области. Противник также пытался совершать наступательные действия в районах Ивановского, Клещиевки, Семеновки, Уманского и Первомайского Донецкой области. На Новопавловском направлении армия РФ безуспешно пытается продвигаться в сторону Углидара. Углидар на господствующих высотах пусть, плюс инженерно-фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины, ну и, соответственно, опыт предыдущих неудачных атак Углидара в лоб, когда в российском новоязи военном появилось такое понятие, как «мурадовщина» от имени российского генерала. Мурадова, который командовал безуспешным штурмом Углидара. Это понятие пришло на смену Жуковщине и стало синонимом бессмысленных жертв среди личного состава оккупационных войск и, соответственно, тяжелейших потерь бронетехники. Всего за сутки на передовой произошло 49 боевых столкновений. Так, на Херсонском направлении украинские защитники уничтожили скопление живой силы армии РФ вместе с минометом. На Харьковском блокпост, блиндажи и две позиции армии РФ. Основные усилия россияне направили на Авдеевское направление, говорят военные. Это остается основным направлением удара противника. Он сосредотачивает здесь основные усилия, пытается всячески продвигаться вперед. Сверхусилия делает наша пехота, наши штурмовики. Эти люди, которые не спят буквально. Они и днем, и ночью уничтожают противника под постоянными артиллерийскими обстрелами и под постоянными обстрелами кабов. Дмитрий Кухарчук, командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В эфире марафона «Едыни новыны». Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 442 тысячи человек. За сутки были уничтожены 650 военных, 15 танков, 20 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы и десятки другой техники россиян. Российские войска сегодня снова атаковали Харьковскую область. Под ударом оказалось одно из сел региона. Как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, сейчас известно минимум о пяти пострадавших. Кроме этого, россияне атаковали и областной центр. Подробности удара еще уточняются. Количество жертв российской атаки на Львовскую область увеличилось до двух человек. Под завалами админ здания нашли тело еще одного мужчины. Как сообщили в областной администрации, спасательная операция все еще продолжается. Напомню, утром Россия ударила окрылатыми ракетами по объекту критической инфраструктуры, который несколько раз атаковала ранее. Уже больше года освобожденный Херсон находится под постоянными обстрелами российских войск. Каждый день город терпит удары ракет и артиллерии. Но, несмотря на близость к линии фронта, херсонцы стараются вернуться к привычному мирному быту. Работают кафе и рынке, а на улицах продают цветы. Как живут украинцы в нескольких километрах от позиций российских войск? Смотрите далее. Звуки взрывов вместо пения птиц. Так проходит уже вторая весна в Херсоне. Утром на улицах довольно много людей. Жители освобожденного города адаптировались к новым реалиям. Страшновато звучит, но мы уже привыкли. Это нехорошо звучит, что привыкли. Нужно беречься. Херсонцы говорят, даже ежедневные обстрелы – это намного лучше, чем жизнь под российской оккупацией. Когда были в оккупации, еще мысли были как-то спрятаться, куда-то выехать. А когда нас освободили, то и мыслей таких нет. Здесь наши военные. Мы им помогаем, готовим, донатим. Без них мы не сможем 100%. Так же, как и они без нас. Без нашей поддержки. До позиции российских войск всего несколько километров. В центре Херсона, куда прилетают российские снаряды буквально каждый день, работает кофейня. Бористо Алексей без выходных готовит напитки для редких посетителей. А когда их нет, рисует цветущий Херсон. Знакомые постоянно спрашивают, почему я не выставляю картины на выставках. Но я работаю здесь один. Я и есть кофейня. Решил выставить их именно здесь, для тех людей, которые сюда приходят, чтобы им было намного уютнее. Алексей берет референсы тех мест, которые сам смог сфотографировать, возвращаясь из кофейни домой. Некоторые картины – места, хорошо знакомые всем херсонцам. Рисовал по памяти. Разрушенный Антоновский мост, уничтоженная библиотека Гончара и набережная. Из дыр от ракет и снарядов на этих рисунках прорастают акварельные цветы. Вот у входа в морскую академию я изобразил памятник Ушакова как привидение. Именно россияне его сняли и забрали с собой. Я считаю, что мы должны избавиться от всего этого. Город станет намного лучше. Надеюсь, здесь будет стоять именно украинский адмирал. Когда идешь по городу, видишь, город разрушен. Очень разрушен. Нужно держать в своей голове, как он выглядел до войны. Я хотел показать в своих работах, какой херсон в моих мыслях. Хуже наш город не становится. Он сильный, и мы все это переживем. Образы, рожденные акварелью, Алексей собрал в открытки и календарии. Их можно приобрести в кофейне. Все вырученные средства идут на помощь ВСУ. Идея родилась давно, когда Бористо, будучи в Киеве, хотел помочь в освобождении родного Херсона. Сейчас это приближает деоккупацию Левого берега. Надеюсь, когда освободят Левый берег, будет намного больше людей. И у меня не будет времени, чтобы сидеть и рисовать. На улицах города с каждым днем все больше разрушений. Безопасных мест здесь попросту нет. Куда и когда попадет очередной российский снаряд, никто не может предугадать. Местные говорят, нужно ценить каждый момент. Херсон должен жить. И даже в таких условиях мы живем. Много встречаешь людей, тех, кто остался. И ты смотришь, такие чудесные, классные. Они действительно не сдаются. На таких людях все держится. Это люди, с которыми можно идти в разведку. В Херсоне остается около 67 тысяч человек. Это в пять раз меньше, чем до начала полномасштабной войны. Все, кто решил не выезжать из города, делают все возможное для возвращения мирной жизни. Первая леди Украины побывала на фабрике «Кухни в Буче», которая кормит горячими обедами школьников Киевской области. Вместе с международными партнерами Елена Зеленская обсудила реформу школьного питания. Первая леди Украины поблагодарила участников программы за помощь в организации и развитии проекта. Мы с вами, напомню, в непростом месте. В месте, которое очень важно для сердца каждого украинца. Буча – место нашей боли, но и нашей надежды. Мы помним ее раненой, обессиленной. Мы помним все ее жертвы. А сейчас мы видим, как она восстанавливается. Восстанавливается мощно. Возвращаются люди, приезжают новые люди. И это невероятно вдохновляет то, как украинцы демонстрируют свою стойкость. Горсть теплоты, щепотка улыбок и пригоршня слов поддержки. Это секретные ингредиенты рецепта плова для украинских защитников от волонтеров из Ровно. Каждый месяц они приезжают на Донбасс, чтобы накормить военных домашней едой перед боевыми заданиями. Плов для ВСУ попробовала и наша съемочная группа. Проехать тысячу километров из Ровно в Донецкую область – не проблема для волонтеров. Поддержать украинских бойцов и угостить их горячим пловом – их главная миссия. Ранним утром свою полевую кухню они размещают на одной из местных трасс. Ближе к обеду блюдо готово. Готов? Супер. Супер. Руководит процессом Дмитрий Повар рассказывает, готовить плов в 75-литровых казанах несложно. Главное, чтобы не подгорел. На Донбассе мужчина не впервые. О том, что здесь он рискует жизнью, прекрасно осознает. Но желание поддержать украинских защитников разгоняет все страхи. Мы готовим плов и стараемся, чтобы наши военные могли просто отвлечься на несколько минут. Видим их позитивные эмоции. Они довольны и говорят – круто. Посидим на природе, посмотрим на гражданских, которые нам помогают. Впервые в Донецкую область волонтёры наведались год назад. С тех пор приезжают сюда каждый месяц. Признаются, с каждым разом собрать средства на реализацию такой поездки становится всё сложнее. Конечно, с каждым разом становится труднее и труднее, потому что люди привыкают к войне, и ресурсно становится всё сложнее. Но всё-таки ресурсы находятся, и мы приезжаем. Мы рады каждой поездке, тому, что можем приехать и побыть здесь. На Донбасс волонтёры везут всё, что может пригодиться солдатам в быту и на фронте – окопные свечи, сухие пайки и средства гигиены. Всё бесплатно можно брать в неограниченном количестве. Военнослужащий Павел взял горячие обеды с собой и для побратимов, которые вышли на отдых с передовых линий обороны. Говорит, такое внимание – лучшая поддержка для бойцов. Просто азарт придаёт, мужество, поддержку – всё даёт. Бойцы отмечают, одержать победу в этой войне можно лишь сплотившись. Это как раз есть примером того, что в борьбе вся Украина. Я очень благодарен, что ребята делают такое благое дело, ведь военные волонтёры – это один кулак. Вот эти пять пальцев. Если военные и волонтёры будут вместе, то этот кулак сможет нанести сокрушительный удар по нашему противнику – Российской Федерации. Организаторы проекта говорят, несмотря на сложность ситуации по всей линии фронта, усталости на лицах воинов они не заметили. Я не видел у ребят какого-то морального падения духа. То есть они всё равно верят и они очень благодарны. Они когда видят вот эти проекты, то они очень благодарны, говорят спасибо за то, что вы с нами. Они благодарят, говорят, что мы не одни. Приготовив и раздав 2000 порций за два дня, волонтёры собираются домой. Следующие несколько недель будут вновь собирать средства для закупки всего необходимого, чтобы вскоре вернуться и снова поддержать украинских защитников. И к другим важным темам дня. Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут сотни единиц бронетехники, которую Париж хочет заменить на новые образцы. Кроме этого, запланирована передача ракет для систем ПВО «Сампти». Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекарню. Он также добавил, что сейчас Париж разрабатывает новые боеприпасы с дистанционным управлением. Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины. Это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, ещё пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идёт о сотнях в 2024 году и в начале 2025 года. Себастьян Лекарню, министр обороны Франции. В Финляндии не исключают возможности отправки западных войск в Украину. Но только в будущем, так как потребности в этом сейчас нет. Об этом сказала глава финского МИДа Элина Валтанен. Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на нынешнем этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать. Элина Валтанен, министр иностранных дел Финляндии, в интервью Financial Times. Европа вошла в предвоенную эпоху. Так считает премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, если Россия победит Украину, никто на континенте больше не будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому Европа активно укрепляет оборону. К примеру, страны Балтии разместят комплексы Патриот на границах с Россией. Кто еще готовится к возможной войне? Кристина Домбровская расскажет. Швеция и Финляндия ранее образцы пацифизма и нейтралитета теперь являются членами НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, в Европе никто больше не сомневается в необходимости общей обороны. В качестве примера привел Германию. Там основные партии, Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия, по словам Туска, соревнуются друг с другом в том, кто из них более проукраинский. Никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности, если Киев проиграет войну, подчеркнул польский премьер. От нас зависит, чтобы Украина смогла избежать пессимистических сценариев. О войне в Украине, возможно, придется думать в долгосрочной перспективе. Это означает все новые и новые обязанности для европейских стран. В наших интересах поддерживать Украину в наилучшей форме. В Польше все об этом знают, и это не обсуждается. Дональд Туск, премьер-министр Польши. Из публикации «Речь Посполита». В настоящее время Польша тратит на оборону 4% своего ВВП. В то время как другие европейские страны еще не достигли целевого показателя НАТО в 2%. По словам Дональда Туска, премьер-министр Испании Педро Санчес попросил лидеров стран ЕС перестать использовать слово «война» в своих заявлениях на саммите, потому что люди не хотят чувствовать угрозу. В ответ премьер-министр Польши подчеркнул, что в его части Европы война больше не абстрактна. И предупредил, что возможен буквально любой сценарий. Очевидно, что наши западные партнеры это понимают, ведь не просто так активизировалось производство группы товаров военно-промышленного сектора в разных странах европейского кандидата. Нидерланды этим летом разместят зенитные ракетные комплексы «Петриот» в Литве. Одновременно запланированы военные учения двух стран. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Литвы. Как отметили в ведомстве, учения будут играть важную роль в укреплении совместной противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО. Участие нидерландских солдат в батальоне передовых сил НАТО, миссии воздушной полиции стран Балтии и подразделений интеграции сил НАТО имеет большое значение для безопасности балтийских стран. Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. Лаурина Скащунас, министр обороны Литвы. Из заявления на сайте Министерства обороны Литвы. Литва обсудила возможность развертывания средств ПВО в регионе, также США, Германии, Швеции, Италии и Греции. По словам президента Литвы Гитана Санауседы, главная задача НАТО сейчас остановить Россию. Для этого необходимо усилить поддержку Украины. В частности, Вильнюс выделил 35 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины по чешской инициативе. Чехия нашла 800 тысяч снарядов для Украины у потенциальных поставщиков за пределами ЕС. Причем это число может потенциально вырасти до полутора миллиона. Боеприпасы союзники намерены приобрести для вооруженных сил Украины. Болгария и Румыния частично вошли в шенгенскую зону. На их территориях отменен пограничный контроль воздушного и морского пространства. При этом проверка на сухопутных границах пока сохранена. Также с 1 апреля София и Бухарест начнут выдавать шенгенские визы типа С. Болгарию и Румынию уже поздравили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон отметила, что членство в шенгенской зоне создаст новые возможности для обеих стран. Поздравляем, Румыния и Болгария, и добро пожаловать в шенгенскую зону. Мы ждали вас. Сегодня будет отменен внутренний пограничный контроль на воздушных и морских границах. Следующим шагом будет также отмена проверок на внутренних сухопутных границах. Обсуждения в Совете продолжаются и в этом году, и я обещаю, что это будет приоритетом до окончания моего мандата. Поздравляю. Добро пожаловать в шенген. Во Франции продолжаются масштабные антинаркотические рейды. Проводят их в шести городах страны. В Париже, Марселе, Леоне, Лили, Дижоне и Клермон Феррани. Правоохранители сообщили, что уже задержали около 2000 человек, конфисковали огромное количество оружия, почти 2,5 миллиона евро, а также 150 килограммов наркотиков. Как заявил министр внутренних дел Франции, подобные рейды будут продолжаться. И добавил, что наркоторговля должна быть искоренена. Мы собираемся продолжать эти операции по борьбе с наркотиками. Их целенаправленно проводят полиция и жандармерия на участках, в живых кварталах. Кроме того, отмечу, что в следующий понедельник пройдут новые масштабные операции по борьбе с наркотиками. В других французских городах. Я не буду их называть, чтобы позволить полиции выполнить свою работу и подготовить аресты. В результате такие операции мы будем проводить уже в 9 городах Франции. В Краснодарском крае России сегодня днем сгорела турбаза «Водолей». По информации властей, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. С базы эвакуировали 50 человек. При этом один из них все же пострадал. Судя по видео, туристический комплекс был построен из дерева и сгорел дотла. Спасаясь от пламени, отдыхающим пришлось убегать прямо в купальниках. Огонь уничтожил все их личные вещи и документы. Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он начинается уже завтра, 1 апреля. По новым правилам, к службе в армии будут привлекаться граждане от 18 до 30 лет. Согласно документу, российские власти планируют пополнить свои оккупационные войска минимум на 150 тысяч человек. Это на 3 тысячи срочников больше, чем во время призыва год назад. Наша следующая история об офицере Национальной гвардии Украины. Старшем лейтенанте 5-й слабожанской бригады с позывным «Моделист». До начала полномасштабного нападения России он был полиграфистом и коллекционировал модели военной техники. В его коллекции десятки пластмассовых танков, самолетов и арт-установок. Однако работу и хобби пришлось оставить в гражданской жизни и встать на защиту Родины. Уже два года как моделист на фронте, где был удостоен высокой награды. Историю украинского защитника-героя расскажет Наталья Белокудря. Командир отделения нацгвардеец Сергей готовится выйти на боевое дежурство. По профессии он печатник. Долгое время работал в типографии, занимался полиграфией. Но 24 февраля 2022 года он пришел в военкомат, получил оружие и вместе с другими такими же непрофессиональными военными отправился на Харьковскую окружную. Не дать возможности противнику войти в город. Нам выдали оружие, выдали патроны, одели и сказали все, поехали. Сели в автобус, привезли на позицию. У меня был на то время пулемет РКК. Я его первый раз в жизни увидел. Максимум, что у меня был когда-то, это пистолет. На то время все было как в игре. То есть адреналин почти из ушей лился. Все было здорово, все было классно, мокрый, грязный. Но мы бежали, защищали. Танки, значит танки. ДРГ, так ДРГ. После Харькова и Харьковской области их подразделения перебросили сначала в Кременную, потом в Клещеевку. Кременной на одной из позиций Сергей был тяжело ранен. Я высунулся разом. Я выдвинулся вместе с резервом на одну из позиций. Попали под огонь БМП и под шквальный огонь из автоматического оружия. Тут рядом что-то взорвалось. Из восьми человек на позиции было раненых трое. Один очень тяжело. Я думал, что у меня такое. Но рука на вылет, да и все, ударила в бок. Но нет, все было хуже. Меня вытаскивали. Оказалось, два осколка насквозь прошли через бок. Вместе с Сергеем в том бою был ранен и его побратим, 24-летний Юрий. Говорит, силы были неравные. Противник забрасывал их позицию гранатами и минами. И Сергей, как командир подразделения, дал команду отходить в безопасное место, чтобы спасти своих людей. Отбивались, потому что они нас с трех сторон начали окружать. И мы понимали, если не отойдем, мы там и останемся. Расстреляют нас, да и все. Что тут непонятного. И приняли решение отойти, сохранить команду отделения и потихоньку начали отходить. Месяц Сергей провел в госпитале. Все это время его поддерживали жена и сын. Именно для сына лет 10 назад Сергей купил модель самолета, склеил его и разрисовал. Теперь в коллекции моделиста десятки танков, самолетов и другой военной техники. Душица люблю. Очень это люблю. Я занимаюсь моделями в 35-м масштабе. В 72-м мне очень нравится. Бронетехника, самолеты, вертолеты, почти все фигуры. В последнее время перед полномасштабным вторжением были фигуры. После реабилитации моделист снова вернулся в строй. Сейчас он и его команда стоят на одной из позиций. Обеспечивают оборону Харькова. В июле 2023-го старший лейтенант моделист был награжден орденом за мужество третьей степени. Сегодня католики во всем мире отмечают один из самых больших праздников церковного года – Пасху. С воскресением Христовым верующих поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что этот день напоминает о силе духа, который не позволит тьме победить и омрачить свободу. Напротив, он объединяет семьи, народы и континенты. Праздничные мессы сегодня прошли в храме Гроба Господня в Иерусалиме, на площади Святого Петра в Ватикане, а также в церквях по всему миру. Единственное – это обращение ко всем. Победы и восстановление справедливости, справедливого мира для Украины, полной победы над внутренним врагом, над внешним врагом. То есть это вообще для всех верующих мира. Актуальные новости всегда доступны в телеграм-канале Freedom. Страницу легко найти по коду на ваших экранах. Сканируйте его, переходите по ссылке и будьте в курсе самого важного в Украине и мире. На этом «Наше время» вышло. Далее Сакена Имурзаев и Наталья Сопет продолжат обсуждать важные темы вместе с экспертами. Информационный марафон продолжит эфир Freedom. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова